Казахская национальная консерватория имени Курмангазы активно завоевывает новые пространства. Оркестр уже побывал в Италии, три года назад принял участие в фестивале в Германии. И вот вновь берлинский аэропорт Тегель принимает гостей из Казахстана. Расширенный состав оркестра в 120 человек прибыл тремя рейсами. У молодых музыкантов есть только один вечер, чтобы обменяться впечатлениями и подготовиться к завтрашнему выступлению. Гастрольный тур начинается в Берлине из самого ответственного выступления. Ребята принимают участие в фестивале молодежных оркестров «Янг Евроклассик». Смотр оркестров проходит на знаменитой сцене берлинского концерт-хаус. А это серьезное испытание. Мы все в предвкушении увидеть этот зал. Я еду туда первый раз. Наши ребята, некоторые уже играли там два года назад, на ура сыграли. Поэтому мы хотим сыграть еще лучше. И в течение месяца была усиленная подготовочка. Я думаю, мы сможем собраться всей командой и показать хороший уровень. Автобус направляется к площади Жандармен-Маркт. Справа и слева от этой прелестной площади, где так любят гулять горожане и туристы, и где всегда звучит музыка, высятся французские и немецкие соборы, похожие как близнецы-братья. Соборы восстановились из руин совсем недавно, после воссоединения Германии. А между ними стоит роскошное здание старинного театра «Шаушпильхаус», выстроенное по проекту Фридриха Шинтеля в начале XIX века, После реконструкции и реставрации, оконченной в 1984 году, здание переименовали в «Концертхаус». Здесь и предстоит сегодня выступить молодым музыкантам перед взыскательнейшей берлинской публикой. Сама атмосфера этого зала обязывает ко многому. В этом театре шли первые представления волшебного стрелка Вебера, и впервые звучали симфонии Бетховена. После войны и до воссоединения Германии здесь располагалась Берлинская филармония, и сегодня здесь выступают лучшие музыканты и оркестры мира. Программа концерта была тщательно продумана и выстроена задолго до гастрольного тура. Она включала два очень сложных классических произведения. Любимый пианистами второй концерт Брамса для фортепиана с оркестром и весну священную Игоря Стравинского. Ян Морец Омкель, молодой дирижер из Германии, всего год работает с этим оркестром. И за несколько месяцев они подготовили эту сложнейшую программу. Оригинальная казахская музыка была представлена симфоническим произведением «Бала Сыры» «Актоты Рейнкуровы». Мировая премьера состоится сегодня в зале «Концертхаус». И для «Актоты» это будет двойным испытанием, как для композитора, так и для педагога. Не меньшее волнение, наверное, испытывает сейчас и ректор консерватории Жения Убатирова. Но многолетняя практика международных выступлений и педагогический опыт дают ей возможность не только справиться со своим волнением, но и настроить оркестр перед концертом. Это большой зал, подача, артикуляция, все крупнее. Но не форсировать, ни в коем случае не форсировать. Работу, которую сделали, не потеряешь.